Ветераны, инвалиды Великой Отечественной, вдовы участников войны, труженики тыла. Все вместе собрались в одном зале. Только в Адлерском районе сегодня проживает около 250 ветеранов. За праздничным столом всех тех, чьими силами ковалась победа, собрала депутат городского собрания Сочи Анжела Селюкова. Подобные праздники для ветеранов она проводит уже много лет. И не только в преддверии Дня Победы. Детские песни, пляски, рассказы о прошлом, знаете, рассказы о будущем поддерживают их и продлевают им жизнь. Мы безмерно счастливы и благодарны им за все то, что они для нас сделали, за светлое небо над головой. На праздник пригласили не только участников Великой Отечественной, но и общественной организации, которые работают с ветеранами, инвалидами, занимаются патриотическим воспитанием. От лица Международного фонда Героев Советского Союза Анжеле Селюковой вручили орден во славу Отечества, за честь и достоинство. А ветераны за праздничным столом вспоминали военные годы. Раису Астахову Великая Отечественная застала в Сталинграде молоденькой девушкой. Ей было всего 17. Раиса Ивановна уверена, только единство тогда помогло выстоять. Всем вместе нужно держаться и сегодня, ведь только так можно сохранить память. Нить жизни продолжается. Спасибо, огромное спасибо. И руководители наши нас чествуют, награждают, угощают. Это доброта, сильная доброта к нам, людям пожилого возраста. Угощение, песни, танцы и такое важное и необходимое для каждого из ветеранов общение. А еще обязательно традиционные фронтовые 100 грамм. И цветы каждому из ветеранов, как знак благодарности. В заключении праздничного вечера зазвучала песня «День Победы». Ее ветераны слушали стоя. Многие, как в мае 45-го, «День Победы» встречали праздничным вальсом. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.